Я не рассматриваю Соловьева как конкурента. Мы очень плохо друг к другу относимся. Я ему не подам руки. А с Дмитрием Киселевым? То же самое. Я считаю, что это люди, которые наносят огромный вред профессии, которая называется журналистика. Позвольте узнать, чем? Вот своими действиями. Я вот тут с Соловьевым общался. Он жаловался, как его все ругают. Я говорю, а ты хотел, чтобы на тебя молились, что ли? Кто ты такой, чтобы тебя не ругать? Ты публичный человек, служишь режиму. У тебя, естественно, все ругают. За то, что ты это делаешь. Причем делаешь иногда очень подобострастно. Это человек крайне сомнительной репутации даже в телевизионных кругах. Когда человек четко определился сам собой, что он подлец, к нему вопросов больше нет. Он сам уже кайфует от того, что я человек подон. Внутри конгломерата лжецов он особенно выделяется. И большинство старается держаться от Соловьева подальше. Но государство его любит и ценит настолько, что он заполонил собой все общественно-политические передачи на телевидении и радио. Но правильно, где же вы еще найдете человека настолько наглого, который, комментируя антикоррупционные митинги, может сказать, что ни много ни мало люди, вышедшие на них, это дети коррупционеров. Вот если говорить о молодежи, ты обратил внимание, они все с телефонами. Конечно. Они все мажоры. Все такие стильненькие. А подумай, почему они стильненькие? Это значит, что это дети коррупционеров. У Соловьева талант. Он меняет свою точку зрения моментально. Переобувается прямо в воздухе. И каждый раз он врет душевно. От чистого сердца. Вот он против власти. Оппозиционер. Амминистрация президента, которая схватила все, что было в стране за последние 10 лет, показали, что они не могут сделать нашу страну богатой, развивающейся. Но эти уродцы держат вот просто вот так щупать мне всю политику. А вот он, путинский патриот-государственник. Мы верим в Путина и мы верим в Россию. Ну а про меня-то он вообще много лет говорит исключительно с переходом на какие-то визги и кудахтания. Собрал 5 миллионов рублей и нанял лубу. Все такие ворцы. Все такие пах-пах-пах-пах. Но не считайте его простачком. Ложь в России. Дело очень прибыльное. У него довольно примитивная лексика. У него очень традиционная злоба. Простенькая фразеология. Ну служит человек. У Соловьева язык в виде этой резиновой дубинки, незатейливой, которую он машет. Я под Соловьевым подразумеваю всю вот эту черносодинную укрепу. Киселева. Киселева и всех остальных.